Михаила Антончика. Ну, собственно, у нас сегодня такая вечерняя встреча по поводу фабрики троллей. Раньше мы называли это фабрику троллей, потому что, я думаю, все используют социальные сети и все сталкивались с теми ребятами, которые называются троллями. Люди и не называют это как-то так, но это какие-то такие комментаторы, которые как-то так пишут, после чего хочется там накинуться на них и сказать, ой, ты такая, какого хрена ты тут появился? Вот именно я думаю вот про это. Да, да, я согласен. И я думаю, что наша с тобой большая заслуга в том, что мы разработали стереотип распознавания. Ну, то есть, вот каждый раз имейте в виду, что люди, там, человеки, мы все устроены так, что мы можем обращать внимание только на то, что есть в нашем опыте. И поэтому там кто-то чего-то пишет, комментирует, мы понимаем, ну, как-то вот вообще достали, вот что-то не нравится. Но что конкретно с этим делать, непонятно. На всех, которые достают и не нравятся, реагируют одинаково или нет. Вот. И у нас есть, я думаю, что классификация, он же стереотип распознавания, потому что как только у вас появляется стереотип распознавания, вы знаете, кто перед вами, и вы начинаете действовать в соответствии, там уже с правильными алгоритмами. Вот я думаю, что это наша очень большая заслуга, потому что никто, я там прям подчеркиваю, никто-никто большими буквами никогда этого не делал. Да, да. Были там попытки какие-то описать, что бывают такие вот тролли. Они там вот троллят, ну, потому что они тролли, поэтому они троллят. Из-за того, что они троллят, с ними просто вот неудобно общаться, потому что это троллинг. И все, да? И на этом наш там давний друг описание троллинга заканчивается. Да, заканчивается. Да. Мы пошли чуть дальше, да, и у нас есть очень понятная классификация. Более того, мы знаем, как бы это сказать, какой тролль бьет какого. Да. И это самое главное, кстати. Потому что, ты знаешь, я на самом деле был знаком с методичками, которые, не побоюсь, значит, сказать, выдают людям, которые набираются специально в бригады троллей. Давайте так. То есть есть контексты, в которых люди работают, например, на выборах или на поддержании все время какого-то там кандидата и так далее. Я знаком с этими методичками. Там нету контекста, там нету идеи распознавания. Там есть методики, то есть как это делать. Но нет идеи, если ты встретил вот такого тролля, как реагировать. Потому что мы их описали, там 12 штук у нас вроде бы, да, если я не ошибаюсь. И под каждого у нас есть свой код, как бы. И вот в этом кайф. Потому что люди, которые про это не знают, они вовлекаются в эмоции. То есть ты прочитал сообщение, ты пишешь, допустим, в социальной сети, там, типа, ребята, смотрите, у меня тут новая услуга получилась, там, и так далее. А тебе пишут в комментариях, слышишь, да, это услуга, блин, давно уже всем известно, ничего нового нет. Какая первая реакция? Ну, там, типа, сказать, слышь, а ты там с чего вообще это взял, там, и так далее. То есть начинается вовлечение в общение с этим человеком. А мы говорим о том, что главная идея троллинга и антитроллинга заключается в следующем. Ты не общаешься с этим человеком, ты общаешься с аудиторией, которая ничего вообще не пишет. Нет никаких признаков, нет никаких намеков на то, что эта аудитория хоть как-то присутствует, но если ты знаешь, что она есть, а она есть. И ты понимаешь, каким образом себя вести так, чтобы эта аудитория приняла определенное решение по поводу того, кто прав, ты или вот этот человек, который тебе пишет? Вот это главная разгадка. И так никто не думает практически. Да. Да, потому что как только ты вовлекаешься в эмоции, значит, задача тролли решена, значит, ты начинаешь играть на его территории. А если ты понимаешь, что происходит, если ты понимаешь, что основная эта идея, вот многие чего делают, да, и мы этим пользуемся, кстати, мне очень нравится эта идея, у нас есть одно сообщество, на котором мы тренируемся уже лет пять. Лет пять тренируемся, они на эти стратегии ведутся всегда одинаково. То есть никаких других вариантов у них поведения нет. да, мы делаем то, что мы хотим, они делают то, что нам нужно, каждый раз обижаются при этом на нас. Ну, естественно, а что мы нормальные ребята, мы можем, мы умеем обидеть. Ой, это цирк прям шапито. Но с другой стороны, да, вот это вот показатель. Потому что как только вы начинаете, например, другого там человека, который троллит вас банить, это означает, что вы поступаете как страус. Вы его не видите, остальные видят. И это неправильно. И вот наша как раз фишка этого, этой идеи классификации в том, что мы понимаем, каким образом, на какого тролля можно было бы максимально эффективно ответить, да, с какими можно, там, играть в их игры, каких нужно гасить, что называется, прямо сразу, ну и так далее. Да, вот, наверное. Да, да. Я думаю, такая метафора, ты знаешь, мне напрашивается такая метафора. Шахматная доска. И ты понимаешь, это пешка, это ферзь, это ладья. И ты понимаешь, как она ходит и как можно противодействовать. А если этой классификации нет, ну, то как ты посмотришь на эту доску? Ну, есть какие-то фигуры, которые как-то пугаются. Надо как-то им противодействовать. Фанерная доска, на ней и там разложены камешки. Ничего. Да, и что-то они куда-то ходят. Ну, как бы можно взять бейсбольную биту, как бы, и все это разрубить. Но именно так и поступают люди. Ну, да. Мы говорим о том, что негатив, который происходит, допустим, в сети, в комментариях и так далее, можно повернуть в свою пользу. В этом главная прелесть. Мы не говорим о том, ну, что там, типа, давайте сделаем так, чтобы не было негатива. Нет. Мы говорим о том, как это можно умело, круто и здорово повернуть в свою пользу. Так, чтобы люди, которые вас читают, которые являются там вашими подписчиками и так далее, внутри себя, это не обязательно, чтобы было в комментариях, внутри себя сказали, вы красавчик. Да, негатив должен быть. Мы, собственно, с тобой на этом играем уже очень давно. Да, да, да. Ну, люди, которые должны, вот я просто про НЛП всегда, люди должны вроде распознавать паттерны. Слушай, ну, если один и тот же паттерн повторяется на протяжении пяти лет регулярно, может быть, его можно заметить? Как ты думаешь? Мне кажется, что да. Мы его даже не меняем с тобой. То есть мы в троллинге, в той группе паттерн не меняем. Он всегда одинаковый. Один и тот же. От начала до конца. Мы берем... У нас... Давай я раскрою. Ну, ты меня прости, но раскрою. Просто, буквально просто раскрою технологию. Мы с тобой придумываем новый тренинг, или не новый, а очередной. И начинаем критиковать модель, которая лежит в основе этого тренинга. И закидываем это в эту группу. А там все накидываются и говорят, вы что, с ума сошли? Фокусы языка. Это же я, бля, владелец написал. Ну, и в итоге к нам записывается куча людей. То есть мы это используем не для того, чтобы прикалываться там, допустим, там и так далее. Мы реально просто собираем деньги с этого. Понимаете? То есть для нас идея троллинга и антитроллинга – это непосредственные деньги, которые мы зарабатываем. Это монетизация. Это просто там реальная, конкретная, понятная, очень понятная монетизация. Потому что я думаю, ну, мы можем похвастаться, но я считаю, что за период этой самой, сейчас, этой самой самоизоляции, да, вот там, тавтология какая-то, но на наш тренинг по фокусам языка, по марафону пришло сколько, около 300-400 человек. Это жесть. Я там просто, ну, я с ума схожу, мне приходится. Раньше я тратил по 15 минут времени два раза в день. То сейчас примерно по часу. Ну, то есть порядка 500 человек. Мы за это всего лишь за два месяца путем, в том числе, спасибо нашим друзьям, которые нас всячески критикуют, обзывают. А как говорил один из… Поддерживают. Да, один из известных пропагандистов, я не хочу называть его фамилию, он там, как бы, не приветствует у нас связь с этим режимом. Он говорил, пусть говорят все, что угодно, лишь бы говорили. Да, да, да. Вот. И я считаю, что наша модель, которую мы предлагаем, она переворачивает вообще с ног на голову мышление, отношение и реакции на это. То есть вы… Это то же самое, знаете, как вот мы, когда тренерский проводим, мы говорим, слушайте, люди, которых начинающие тренеры не любят в группе, это люди, которые показывают вашу компетенцию. То есть это люди, благодаря которым вы можете показать, какие вы крутые. Вот то же самое мы считаем, что в модели троллинга все вот эти негативные комментарии, да, вот мы, допустим, в нескольких широких таких группах участвуем и об этом говорили уже. Когда участники, ну, в Фейсбуке этих групп, я не хочу просто называть, чтобы мы не занимались рекламой. Они говорят, слушайте, достало это, а мы говорим, переверните это в другую сторону. И это начинает приносить деньги. Да, да, согласен. Слушай, надо сказать, наверное, надо сказать, как будет происходить обучение, потому что мы разработали в том числе достаточно, мне кажется, прикольную систему обучения, потому что мы, да, действительно берем, даем теорию, разбираем теорию, но после этого вы начинаете, как это сказать, троллить друг друга, правильно? Ну, то есть, это реально, тогда мы организуем группу в соцсети, когда одним даем одно задание, другим другой, и вы начинаете отрабатывать вот этот вот тролль одного типа и противодействие ему. И это, слушай, это настолько весело получается вообще-то. Это уже даже не обучение, через некоторое время это не обучение, через некоторое время это игра, мне кажется. Да, и это, кстати, сильно меняет состояние внутреннее, когда ты понимаешь, что ты играешь, вот оно, здорово, вот она игра. И ты понимаешь, какие фигуры. Да, у нас, конечно, мы делаем закрытую группу в Фейсбуке, ну, потому что Фейсбук наиболее популярная площадка для людей из разных стран, потому что, например, когда мы делаем закрытую группу ВКонтакте, иногда из Украины там или откуда-то пишут, с Кипра там, что у нас нет возможности доступа. Фейсбук – это доступная площадка. Вот, и там мы закидываем задания, да, после того, как мы проводим с тобой вебинары, рассказываем каким образом, как что работает, мы закидываем задания, и там начинается борьба, и это реально очень прикольно и очень интересно. Более того… Вот это, мне очень нравится этот тренинг именно таким вот игровым форматом, да, потому что таких мало, вот как ни странно, таких очень мало, а здесь можно поиграться. Более того, у нас есть засада, мы добавляем людей в группу, в которой есть люди, которые уже прошли этот тренинг. И которые… И они, да, они… Прокаченные тролли, тролли там третьего уровня, да? Да, да. Седьмого. И они начинают, да, тогда будет… Слушай, нам надо создать классификацию, я понял. А что если нам создать классификацию и присваивать людям звание? Там тролль третьего уровня, тролль седьмого уровня. Звездочки. Звездочки. Ну, не звездочки, а значки. Например, там троллю третьего уровня один значок, а тролль седьмого уровня другой. А мы с тобой будем, например… То есть классификация вообще существует до десятого уровня, а мы с тобой тролли одиннадцатого уровня. Это хорошая идея. Кстати, этих людей могут потом покупать. Ты знаешь, вспомни, мы недавно за ботнословные деньги проводили нашим коллегам из соседнего государства, значит, этот тренд. Да, да, да. Да, да, да. Я думаю, они бы с удовольствием купили. А какая разница, где ты живешь? Слушай, так, слушай, да, тогда вот это мы вышли на систему, будьте любезны. Тогда нужно понять классификацию и потом тролли этих… Ну, естественно, с разрешения продавать. Тролль третьего уровня, он стоит, конечно, дешевле. То есть, ну, если вы там нищеброд, ну, купите два тролля там третьего уровня. А если вы серьезный человек, у нас тут есть десяток троллей девятого уровня. Да, например. И вы знаете, это вообще… Ну, несмотря ни на что, это реально. Все, все, все. Это бизнес идея. Я пошел расписывать бизнес-модель. Я тоже. Я думаю, что надо заканчивать этот эфир. Всем спасибо, господа. Значит, ждем вас на тренинге. Ссылку, я сейчас скину ссылку на тренинг. Нет, даже, понимаешь, я боюсь это делать. Может, и не надо? Ну, да, может, и не надо. Сейчас народу туда ломанется, мы там обрабатывать не субей, все. Ну, ладно, тебе решать, все, я пошел. Да, давай. Мне надо записать эту бизнес-модель под бизнес-идею. Мне кажется, это классная штука. Хорошая тема. Пойду ценообразованием заниматься. Все. Коллеги, записывайтесь, если вам это интересно. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok